МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студию Ольга Попова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Город готовится к празднованию Великой Победы. Какие мероприятия ждут нас 9 мая? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реклама на грани обвала. На советской вот-вот рухнет тяжелый щит. Причем прямо на тротуар. И медицинские сестры готовятся встретить свой профессиональный праздник. Начну с главного события недели. Завтра мы отметим День Великой Победы. Городской праздник начнется у здания администрации в 11 часов. На площади памяти пройдет реквием по погибшим в Великой Отечественной войне и возложение венков. В полдень ветеранов будут чествовать в Ямале. Для них организуют концерт. В то же время около спортивной части начнут работу полевая кухня и конкурсные игровые площадки. Юные жители смогут принять участие в различных викторинах в детском парке. На сцене у здания администрации с 15 до 19 часов состоится праздничный концерт. А завершится празднование 68-й годовщины Победы в 10 часов вечера салютом. С Днем Великой Победы жителей города поздравила глава администрации Жанна Белоская. Дорогие наши ветераны, уважаемые земляки. В этом году мы отмечаем 68-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие бессмертного подвига народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом мужества и стойкости. К сожалению, все меньше и меньше остается в живых тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто, не жалея сил, трудился в тылу. На поколение этих людей выпал тяжкий крест, но они выстояли и отстояли свободу нашего Отечества. В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость нашей Отчизны. Жизнь не стоит на месте. Каждый из нас в ответе за свою судьбу и судьбу своей Родины. Наш долг – помнить о тех, кто плечом к плечу встал на ее защиту и сохранил ее для нас. Давайте пронесем их имена через века, чтобы наши дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова «Никто не забыт, ничто не забыто». От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла, мира и добра. Пусть вас всегда окружает забота родных и близких. С Днем Победы! С Днем Великой Победы! Жители Ноябрьска поздравил и депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. И вот, что он сказал в частности. В эти светлые дни мы отдаем дань памяти и глубокого уважения героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу завоевал великую победу. Этот день был и остается всенародным, дорогим для каждого россиянина праздником, объединяющим все поколения. Мы всегда будем бесконечно благодарны всем, кто отстоял свободу, дал нам возможность жить на этой земле. Особые слова благодарности и уважения выражаем нашим ветеранам. Ваше мужество и героизм, беззаветная преданность отчизне, ее народу и сегодня являются нравственным примером, верным ориентиром в воспитании новых поколений. Победа как проявление мужества и героизма, как символ свободы и независимости, народной сплоченности и межнациональной солидарности. Праздник Возрождения. Пусть эти майские дни станут для всех нас временем добрых перемен. 9 мая на улицах Ноябрьска будет введено временное ограничение движения транспортных средств. А именно перекроют участок улицы Ленина от перекрестка с Советской до Мира и улицы 40 лет Победы от Ленина до перекрестка с улицы Изыскателей. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, планируется введение ряда ограничений организации дорожного движения. Отдел ГИБДД рекомендует водителям заранее выбирать удобный маршрут следования, а также добавлю, что 6 мая по 12 мая в Ноябрьском регионе объявлена неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции будут нести слуху во вселенном режиме. Госавтоинспекция города Ноябрьска убедительно просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и долго соблюдать правила дорожного движения. А также при выявлении нарушений правил дорожного движения просьба обращаться в госавтоинспекцию города Ноябрьска по телефону 3258-72. Госавтоинспекторы Ноябрьска и юные инспекторы движения тоже поздравили водителей города с наступающим праздником. В преддверии памятной даты они вручали автовладельцам георгиевские ленточки и листовки с пропагандой безопасности на дорогах. Символ победы получили и те, кто проезжал сегодня пост Харамовский. Завтра вступают в силу поправки к кодексу об административных правонарушениях, меняющей прежде всего порядок уплат административных штрафов. Теперь на это дается вдвое больше времени – 60 дней. Еще 10 дней отводится на то, чтобы органы исполнительной власти, например, ГИБДД, передали материалы судебным приставам для взыскания штрафа. Тех, кто не успел оплатить квитанцию в срок, суд теперь сможет приговорить не только к административному аресту, но и к обязательным работам. На Ямал не пускают большегрузы. На Карамовском посту введено ежегодное ограничение на въезд транспортных средств, вес которых превышает установленную норму, а именно более 6 тонн на ось. Проезд через пост для таких авто будет закрыт до 31 мая. На территории Ямала-Ненецкого округа введено ограничение для… временное ограничение для движения крупноговоритных тяжеловесных транспортных средств, то есть установлены параметры определенной нагрузки на ось, то есть до 6 тонн на ось нагрузка у нас действует в этот период времени. Данные ограничения введены в связи с уменьшением несущей способности конструктивных элементов дороги, связанных с их увлажнением в связи с паутным периодом. Поэтому приняты такие меры владельцами автомобильных дорог. Реклама на грани обвала. На улице Советской вот-вот рухнет тяжелый щит. Причем конструкция рискует упасть прямо на тротуар. Трудно представить, что именно послужило причиной такого шаткого положения. То ли сильный ветер, который вчера бушевал в Ноябрьске, то ли неверная установка конструкции. Неизвестно, сколько еще простоит эта рекламная пизанская башня. Ясно одно, ради собственной безопасности жителям города лучше к этому щиту не приближаться. Помощница врача, которую без преувеличения можно назвать его правой рукой, и без которой не сможет функционировать ни одна больница, роддом или поликлиника. В воскресенье 12 мая свой профессиональный праздник отметят медицинские сестры. Захар, ты почему здесь? Тебя там медсестричка ждет. Всех пациентов хирургического отделения Екатерина Помыкалова в лицо не знает. Она старшая медсестра и ее обязанности – следить за работой младшего и среднего медперсонала, выпиской и выдачей медикаментов и бумажная работа. Но мальчишка из Вангопуровского в отделении уже за своего. Лежит не первый раз. Сам всех знает и его знают все. Медсестра выполняет назначение врача. То есть все эти инъекции, всякие разные манипуляции, диагностические процедуры – все это делает медсестра. Уход за пациентами медсестра выполняет. В общем, без медицинских сестер и в больницах, и в поликлиниках, и в роддомах – ну просто никак. Это наверняка знает Екатерина Юрьевна. В профессии она с 79-го года. В должности старшей медсестры – с 89-го. Рассказывает, сейчас работать намного легче, чем в прошлом веке. И самое главное – безопаснее. Не было ни одноразовых шприцов, ни одноразовых систем. Все это собиралось резиновые, стеклянные колбочки. И эта капельница капала. Было очень страшно. Страшно от того, что может попасть в воздух. Страшно от того, что ты можешь антисептика. Кстати, прежде медицинские сёстры назывались сёстрами милосердия. Потому что именно сочувствие чужой боли было одним из их главных качеств. Без сочувствия и сегодня не получается. А ещё медсёстры должны быть очень аккуратными, ответственными и внимательными. И плюс – быстро реагировать. Ведь ситуации, тем более в хирургическом отделении, бывают разные. Год назад так случилось летом, что лежала женщина у нас. И медсестра не могла попасть ей в Вену. И вдруг она говорит, а я вас помню. Когда-то ещё где-то в году, наверное, в 88-89 она лежала в нашем стационаре лечилась. Ей никто не мог попасть в Вену. И попала я. Вот так даже капельницу поставить бывает не так-то просто. Люди разные и Вены тоже. Глубокие, поверхностные, тонкие и хрупкие. И ко всем нужен свой подход. И находить его просто необходимо. Ведь в руках этих женщин, кстати, есть в нашей ЦГБ хоть немного, но всё же есть и медбратьев, здоровье людей. Я хочу сказать, что наша работа – это не только моя работа. Я хотела бы сказать всем моим медицинским сёстрам слова благодарности. Потому что работа вся основная держится на них. Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Очереди победимы. Это доказали сотрудники регистрационной палаты и единого многофункционального центра, которые теперь принимают документы по сделкам с недвижимостью. Мы неоднократно рассказывали, что у здания НГД люди буквально сутками и днём и ночью караулили своё место в списке желающих попасть в регпалату. Теперь бывшая горячая точка – чуть ли не самое спокойное место среди всех ноябрьских филиалов федеральных ведомств. Избавиться от ежедневных очередей помогла талонная система. Их выдают по понедельникам на неделю вперёд. С 9 утра до 12 часов для иногородних и с 12 до 18 для ноябрьцев. Кстати, можно избежать даже очереди за талонами. Для этого надо записаться по интернету через единый портал госуслуг. Причём электронная запись работает ежедневно. Далее выпуски – коротко о спорте. Питерский «Зенит» сегодня сыграет в полуфинальном матче Кубка России по футболу. Противостоять синий-белоголубым будет неугомонный и амбициозный махачкалинский «Анджи». Это будет уже седьмой по счёту полуфинал для команды «Лучано Спалетти». Дважды «Зенит» выигрывал кубок, один раз уступил в финале, трижды в полуфинале. В последний раз «Зенит» был обладателем Кубка России в 2010 году. Матч начнётся в 19.30 по московскому времени. К слову, соперник «Зенита» по финалу, разумеется, в случае успешного выступления команды, уже определён. Им может стать московский ЦСКА. Накануне армейцы обыграли Ростов. Финальный матч состоится 1 июня в Грозном. На победной ноте завершил выступление в чемпионате России среди любительских коллективов «Зона Западная Сибирь» мини-футбольный клуб «Газпромнефть». Последние две встречи ноябрьцы провели в «Нефтьюганске» против местного «Спартака». С турнирной точки зрения эти игры уже не имели никакого значения, ведь даже в случае поражений «Газпромнефть» оставалась на первом месте. Но не таков характер наших чемпионов. Выступая наполовину дублирующим составом, ноябрьцы дважды обыграли «Спартак» с разгромным счётом – 11-3 и 13-4. Благодаря такой результативной игре два нападающих – Дмитрий Большаков и Дмитрий Батурин – заняли первое и второе места, соответственно, в списке бомбардиров. Полезная информация в канун продолжительных праздников. Врачи составили топ-5 самых вредных для печени спиртных напитков. Рейтинг возглавила пиво. Поскольку это слабоалкогольный напиток, то люди частенько им злоупотребляют, нанося своему здоровью серьёзный вред. Далее идут слабоалкогольные напитки, которые, по мнению медиков, вредят больше, чем водка, так как при их употреблении затруднительно контролировать поступление этилового спирта в организм. Между тем, шампанское опасно своей углекислотой, а сладкие ликёры провоцируют развитие раковых опухолей и ухудшают состояние здоровья людей, испытывающих проблемы с ожирением. Если всё-таки есть сильное желание выпить, то специалисты рекомендуют женщинам употребить 1-2 бокала вина или качественного шампанского, а мужчинам – 40-градусные напитки, но не более 200 граммов. Кстати, в День Победы в городе ограничат продажу спиртного. Согласно постановлению главы администрации города, в дни праздников розничная продажа алкоголя во всех магазинах запрещена с 10 утра до 11 часов вечера. Не касается это ограничения только кафе, ресторанов и других точек общепита. Это была завершающая информация выпуска. Я желаю вам приятных выходных, всего доброго и до свидания. Партнёр программы – магазин «Поди Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надёжный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдёте качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надёжный ориентир. 9 мая в Салехарде облачно, без осадков. Ветер северо-западный, температура 4 градуса выше нуля. В Муравленко-Пасмурно возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 7 градусов. В ноябрьске облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Температура 9 градусов тепла.